этот основной канал сейчас видите воду спустили обмельчала все бывает что она полноводная как река и все кругом благодаря этой воде оживает и все растет тогда и рис и фруктовые сады собака решила от хозяина хозяин говорил что никогда эта собака от него не отходит и вдруг она со мной куда я туда и на сюда идем я даже не знаю как ее зовут потеряешься еще колючки надо пройти особенно вот такие засохшие когда молоденькие они не так колючий летом в июне в июле когда сильная жара до 60 градусов здесь образуется пыль на поверхности такая мягкая мягкая знать как не знаю в украине называется пурхалка когда вот так вот наступишь и пыль поднимается здесь такая покрывается такой пылью и конечно вы скажете ой пыль грязь а для меня даже это пыль это родина это воспоминания о детстве и когда я вижу даже эту пыль мне это я вспоминаю сразу детство свое видите вот сейчас эту пурхалку покажу вот она пурхалка видите не хотелось бы конечно пачкать обувь но сейчас пыль видите как же вам показать бывало босиком она мягенькая это пыль даже рукой покажу видите вот это пыль видите какая она эти пыль но я такие здесь невозможно носить какие-то замшу или какую-то другую обувь на только кожа которую можно только вытереть и все вот идут рыбаки с рыбалки ну что показываю рыбу где рыба так покажи звенят колокольчиками чтобы слышно было чтобы не потерялись рыбаки я их тороплю потому что нужно поехать еще много родственников у нас надо со всеми по хотя бы поздороваться все приглашают к себе в гости у нас не получается потому что по времени видите а родственников очень много поэтому хотя бы поздороваться это со старейшинами успеть вот два друга идут рыбака здесь даже даже разного цвета там зеленоватый а здесь такой голубоватый немножко вода ушла остался такой косяк вот это место очень тенистое и летом хорошо сидеть под деревьями и купаться ой нам так далеко идти так далеко идти вместо скандинавской ходьбы ведь я здесь хожу такая природа просторы каракалпаки куда он побежал уже далеко нас провожает иди домой не поймет собака на шоке женщина ездит ездила видимо саламальком ездила наверное на базар продавала какую-то свою продукцию молоко или еще что-нибудь у нас получилось как дорога якова ешь правда гладенькая такая дорога дорога нет нет спешим наш много куда идти все ждут нас валер ты что никаких полчаса валера это насос до валеры насос насос до этого канала берет и вот на растительные поля вот поэтому и покажи а вот насос работает качает воду вот такой самый главный такой глубокий а потом маленький орычка. Это ирегационная система, по-моему, называется. Вручную копали? Ну да, глубокий такой. Пчелы? А, улики есть даже. Улики даже есть. Слушайте, я сегодня, по-моему, сильно загорела или обгорела лицо, я имею в виду. Здесь вот, смотрите, видите, коркой покрывается. Коркой покрывается соленый. Посмотрите, какое растение растет интересное. Цветочки такие. Можно даже посадить в горшок. Подходим уже к домам. Смотрите, заборы и какой дом. Вот я называю их без крыши, но без крыши это когда крыша, но плоская. Так, раньше такие были дома, а сейчас уже начали делать крыши. Там, где экскаватор стоит, там делают дамбу. А там ударьи и ворыки. Большие арыки ирригационную систему полностью налаживают. Раньше Каракал-Пакистан живет за счет воды. Есть вода, есть жизнь. Цветут сады. Нет воды, значит, нет и жизни. В последнее время говорят, что начали подавать уже воду. Идут соглашения о подаче воды. И поэтому сажают сады. Надеемся, зацветут сады. Сколько домов строится. Новые, новые дома. Из такого кирпича, который из глины. Саман называется. Здесь будет вода. А вот это туалеты. Из камыша сделаны. Подушка из пыли. Все это новые постройки. Вот это. Аж туда дома. Ну, кус расстраивается. Спускайся к улице. Какие ворота. Красивые. Зеленого цвета, с узорами. И антенна стоит на крыше. Перед домом целозия растет. Здесь строятся тоже дома. Смотрите, глину привезли. И будут лить кирпичи. Посмотрите, как сушат кирпичи. Из глины делают кирпичи. И вот так сушат. Потом их переворачивают. Потом вот так вот складывают. И видите, между ними есть. Оставляют вот такое расстояние, чтобы ветер проходил и солнце сушило. И строят вот такие дома. Деревья, посмотрите. Беленький какой домик. Такие тополя. Вот самый типичный домик. Перед домом садят тополя. Тополя, говорит, хорошо убирают воду. В соленой воде выживают хорошо. Сейчас отдохну в этой тенечке. Напекло мне голову. Шапку еще забыла. Салам-салам. Айба растет на деревьях перед домом. Это же надо забыть шапку. Самое пекло. Вот утром всегда прохладно. К обеду нагревается очень воздух. О, дошли до большой широкой дороги. И здесь больше тени. Фух, как здесь хорошо в тенечке. Дети со школы идут, сейчас покажу. Девочки. Салам. Салам-салам. Фух, еле дошла. Ты жаре? Еле дошла, говорю, ты жаре? Да. Ага, сейчас уже начало сильно нагреваться, да? Да. По-моему, я черная-черная стала. Сгорела. Вот так я на рыбалку всегда хожу и черная становлюсь. А ты покажись, красная ты? Красная, красная, да. Нет, ты не очень. О, мы там рыбачим. А вы тут сидите, да? Ох, я сгорела, Галя. Привет всем. Мы здесь сидим, ждем вас. Да. Азгантай, немножко рыбу привезли. Маленький? Маленький, да. Ну, чуть-чуть, вот такой. Вот такой. Беломор, поймал. Самса, где? Самса. Самса. Узен, скиден спа? Сами делали самса. Вот это виноград, который Жуханис оставил для этого, Валерия. А, специально со своего виноградника. Да, 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 надо было подождать, когда мы придем. Так на видео надо было показать. Сейчас сниму куртку. Пойдем и поставим, и будем вырезать. Ой, я вся мокрая. Я куртку же одену. Ветер? Ветер холодный. А соза? Я сгорела. Здесь вся красная, видишь? Фух, покажу виноград. Хорошенько покажу. Лепешка. Невестка, да, невестка самсу. С мясом, с мясом? А виноград какой розовый, красивый, красивый виноград. Хорошенько попили, без меня. А я рыбачу, а я рыбачу. А вы с чайом. А вы с чайом. Ай, молодец. Рахмет, да ты что, да ты что. Смотри, какие тарелки красивые нам дают, видишь? О, узбекские. Сейчас вот самсушка будет кушать. Вот, самсы принесли. Ммм, мать, какая самца. Аймуран, узбкой по мне карабай. Дедушка любит. Балует, поэтому он не берет. Дедушкин говорит ребенок Помидоры Это всегда на столе Помидоры Что всегда вкусные, сладкие Карачай А Валера пьет зеленый Зеленый в таком чайничке приносит Вкусная самса, Валер? Очень вкусная Рыбы не принесли? Для чая Такие пиалы А это для водки Для вина, для водки Маленькая пиалка По сравнению с этим Если сравнить Одна маленькая, одна большая Валера Две подушки дали Валере полежать Телевизор смотрим Чай пьем Лепешки жуем И самцу Слоеная Лепешка Лепешки Слоеные Покажи, какие они Слоеные Лепешки Чайные Чайные Слоеные Чайные 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 Собой хочет дать нам Слоеные Лепешки 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 Стоит Лепешки Лепешки Полежит Как дедушка зовут Гим? Не хочет давать Не хочет давать Пельмени Пельмени с бульоном, картошкой Пельмени Спасибо большое этому дому Спасибо большое нашим друзьям, что пригласили к нам гости Очень добродушные люди, очень открытые Приглашают, смотрите какой Дастархан накрывает Хочу большое спасибо сказать, пожелать вам здоровья Полного Дастархана, счастья Самое главное здоровья И приезжайте к нам гости Спасибо 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 Пожелания Валера сказала Что ребенок пожелает, то и будет Валера говорить Молодец 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 Приходите, говорит гость Еще раз Да Молодец 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 Молодец